Бывает абсолютно все. Говорить о том, что вот нормально как-то... Ребят, давайте начнем с того, что вот то, как нормально, это пиздец. Ну реально, выйдите на улицу, сядьте в метро, почитайте газеты, посмотрите на людей. Норма – это страшная жопа. Это неврозы, войны. Это массовая деградация, кризисы, да, беспрерывные, да, это какие-то тирании. Во всем мире они просто могут быть приятнее упакованы, могут быть неприятнее упакованы, да. То есть где-то наебуют комфортнее, где-то говорят «молчи, сука себе». Вот, а где-то как бы, ну вот, изящно делают то же самое. Вы можете в эти игры играть, безусловно. Но не надо жаловаться, что если вы в них играете, что что-то здесь не так. Потому что вы пытаетесь сыграть по правилам системы, которая заточена под то, чтобы... Ну то есть цель существования этого общества – это устойчивость государства на определенной территории, чтобы контролировать ресурсы. И, например, если в какой-то момент по населению сократится вдвое, да, то государство это только выиграет. Я конкретно про нашу сейчас. Вы все еще хотите играть по тем правилам, которые они навязывают? Ради бога, не говорите, что вас не предупреждают. И не ищите там счастье, потому что оно в другом месте абсолютно. Оно в вас в самих, в том, как вы хотите жить, в том, какие чувства вы испытываете, вы именно осознавая то, что с вами происходит. И отношения – единственное место за пределами психотерапии и специальных каких-то практик, где вы можете найти человека, которому вообще интересно про ваши чувства что-то слушать. Это за тем, чтобы вот найти в себе настоящего себя. За своими страхами, за своими болями, за своими ожиданиями от мира и от других людей, за своими сценариями, которые мы почему-то пытаемся реализовывать. Вот именно такие почему-то вдруг, хотя мой папа его делал 40 лет назад за этот мир. Вообще часть, оно где-то внутри. Продолжение следует...